здравствуйте эта программа честное слово и я маруся загорская сегодня будем обсуждать как заставить самца кенгуру родить и платить высокую зарплату учителям сегодня в гостях сергей писарев это не чипы это сенсация на переднем сиденье моего автомобиля сидит гепард с которым мы вместе катаемся по городу и наверное все бы сказали что сергей викторович писарев сошел с ума это личная конечно но суть вот в чем пришли два человека мужчина и женщина и очень долго разговаривали с моей мамой они такие две порядочные сволочи она категорически отказалась меня отдавать в этот интернат такой веселый мальчика дома нужен да сергей викторович здравствуйте добрый день ну вот у меня вопрос первый такой зоопарк как бизнес как вам вообще это в голову пришло очень многие вещи которые рождаются со временем они рождаются в детстве человека человека закладывается определенное восприятие мира определенные привычки какие-то хобби и я должен сказать что мои детские интересы они были именно таковыми то есть я самостоятельно дома разводил животных у меня были вечно какие-то попугайчики канарейчики ежи черепахи и мама моя с бабушкой с моей сестрой относились к этому совершенно спокойно нормально а потом когда я уехал учиться в новосибирск на после школы это был 1975 год любимым местом отдыха был старый новосибирский зоопарк но согласитесь это большая разница между тем чтобы дома держать канарейку и тем чтобы чтобы строить дело на на содержание животных когда особенно узнаешь историю сколько видов животных было человеком уничтожено и ты понимаешь что нужно внести свой вклад в дело защиты животного мира на планете и сохранить те виды которые просто-напросто по вине человека уничтожены ну вот простите я тогда вас перебью вот сейчас наоборот очень в ходу мнение что зоопарки и дельфинарии и прочее это зло и совершенно далеко от гуманности вот ваше мнение это от незнания проблемы каждый зоопарк перед собой ставит задачу первое это содержание краснокнижных животных второе это разведение краснокнижных животных и в этом плане барнаульский зоопарк впереди планеты всей а люди которые считают о том что мы делаем зло но пусть они возьмут на себя ответственность и сохранят и выпустят природу и когда мы сказали о том что мы тигренка подарим запасным у нас в интернете такая волна поднялась что категорически против я вынужден был сделать прямо официальное заявление что мы прислушались к мнению наших посетителей мы не будем этого делать посмотрев за подростками я понимаю что вот после того как ты поработал в школе не страшно ни к тиграм в детку не к медведю вы работали учителем какие у вас воспоминания остались от этой работы мне слава богу повезло потому что я попал именно 105 школу и школа всегда отличалась своей вот такой какой-то семейственностью закалка которая была в 105 школе она сегодня позволяет учителям моей родной 105 школы совершенно нормально комфортно работать в других школах и те человеческие качества которые в них были которые заложены и которые они сегодня используют по отношению к детям они играют конечно же положительную роль единственное о чем они мне говорят и вот я как ответственный в партии на россии за проект новая школа я проводил специальный опрос скажите мне какие основные проблемы сегодня у вас школе знаете что учителя говорили это конечно же прежде всего не взаимоотношения с учениками это все нормально не взаимоотношения с родителями а это огромное количество документов бумаг лишних которые совершенно ни к чему не нужны и у меня даже состоялся по этому поводу разговор с министром максим александр чем костенко и мы принимаем меры для того чтобы вот эту какую-то составляющую совершенно не нужно ее немножко убрать для того чтобы учителя могли заниматься именно той работой которая им необходима но сами вы много лет школе проработали и в итоге ушли а почему ушли то я и школе был очень активным человеком проявлял себя активно участвовал в различных конкурсах я был победителем районного конкурса учитель года алтая два года подряд девяносто пятом девяносто шестом году принимал участие в краевом конкурсе учитель года меня знали меня знали меня знали в администрации и однажды наступил момент после избирательной кампании владимир николаевича баварина ко мне приехали из администрации октябрьского района и сказали вы знаете у нас есть предложение к вам чтобы вы пришли на работу в администрацию от которого нельзя отказаться и отказаться в принципе было действительно очень сложно очень сложно во первых это уровень заработной платы он был побольше и я понимал что в 2000 году когда были забастовки и тебе предлагают достойную заработную плату а у тебя маленькие дети и ты понимаешь что наверное это будет верное решение если я неправильно сейчас формулирую вы меня поправьте насколько я знаю в своем родном городе звеногорске вы некоторым учителям платите премии мы разработали положение и поэтому на премия ученикам естественно цикла географы биологи и победители краевых районных олимпиад городских олимпиад мы выбираем из этих детей а то что касается учителей я даю право педагогическому коллективу определить самим кто из учителей будет по итогам года награжден моей премией но я так понимаю что это же ваши личные деньги почему вообще решили то так это любовь к родной школе ну вот вы сейчас депутата кзс а зачем она вам надо если вы в принципе можете прекрасно какие-то вещи делать и самостоятельно вот когда ты являешься депутатом а кзс ты естественно еще и отстаиваешь интересы своего родного города города барнаула и особенно при принятии бюджета но кроме того как житель человек который родился в городе звеногорск я стараюсь помогать администрации города звеногорска инициативы руководство не хватает и приходится грубо говоря не то что советовать а настоятельно рекомендовать какие-то какие-то вещи делать для того чтобы в город туристы приезжали каким-то образом город зарабатывал вот что предлагаете вы знаете я в этом плане вот мне очень понравилось как александр сеевич романенко сказал когда мы разговаривали с ним о проблемах в родном городе он депутат александр сеич по городу в миногорску и мы с ним естественно очень часто обсуждаем на эти вопросы а вот и он нам однажды мне в разговоре сказал ты знаешь наша задача вот здесь мы живем к большом городе у нас гораздо больше опыт и наша задача не критиковать не ругать а наша задача помогать помогать подсказывать и если мы действительно обладаем каким-то определенным опытом вот а мы им обладаем этим опытом и наша задача сегодня действительно прийти и сказать людям давайте ребят сделаем вот так вот так вот так это работа из предпринимательским сообществом да вот я знаете приезжаю у меня там живет мама дай бог ей здоровья вот но иногда бывают моменты когда мы приезжаем большой компанией мы заходим в гостиницу которая находится на проспекте ленина и я всегда разговариваю с работниками а что вы делаете для того чтобы я приехал к вам еще раз для того чтобы я рассказал о вас друзьям и когда я слышу совершенно не нормальный ответ я начинаю говорить а почему бы вам сделать не так а почему вот приехал гостинику а где у вас сувениры в миногорске нету но знаете что слышат потому что следующий раз приезжаю вижу продают сувенирчики уже ну а есть какая-то инициатива за которую вам вот сейчас допустим стыдно что вы за нее проголосовали было такое когда-то вы знаете я очень взвешенно отношусь ко всем вещам которые касаются и не всегда ведь ты ставишь нажимаешь на кнопку есть вещи когда ты просто напросто воздерживаешься но вот за период моего депутатства я честно скажу что все исходит из интересов государства из интересов жителей алтайского края и из интересов страны несколько лет назад тигр травмировала ребенка в вашем здесь зоопарке и об этом рассказывали все федеральные каналы и вы потом рассказали о том что с помощью не благодаря с помощью этой всей истории вы нашли своего отца расскажите вообще что это за история это личная конечно но суть вот в чем суть в том что так сложилась судьба я очень благодарен своей маме за то что она меня воспитала вот таким какой я есть но у них не сложилась жизнь с моим отцом и долгие годы мама не знала где находится он я пытался чтобы не обидеть маму разыскать его и когда появилась передача жди меня я тайком от мамы написал в эту передачу и честно вам скажу каждый раз смотрел ее ждал проверял электронную почту и вот пришло сообщение от новикова не на григорьевны которая задала мне вопрос мягать такое ощущение что мы с вами родственники потом она моментально пишет нет нет наверное я все таки ошиблась потому что вы писарев сергей викторович наверное что то здесь не так моего брата звали виталий ягу так стоп давайте будем разбираться и когда мы стали 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 разбираться оказалось что это действительно моя родная тетка и что моего отца действительно звали виталий но все его звали виктор она говорит мы не получали от него писем уже говорит несколько лет ягод последнее письмо получала из октагая то есть ваша тетя написала вам но она сама судьбе своего на тот момент не знала она сама его совершенно верно да она потеряла его он обиделся я всю эту ночь стал писать жителям октагая приблизительно своего возраста вот просто находил зная как географ что это совершенно небольшой гора городок я начал писать всем и утром уже прям вот светало я получил ответ от карлыга шаспановой это корреспондент местной газеты которая живет в октагае и она написала о том что она знала моего отца который к сожалению умер но она знает место захоронения моего отца и к сожалению сказала что там нет ни памятника и я об этом сообщил моментально тетки она мне выслала фотографию я заказал утром помчался срочно заказал памятник 1360 километров летел для того чтобы приехать на могилу своему отцу дальше можно не говорить ничего а может быть вспомните самое самое яркое и счастливое впечатление из детства если говорить вот о счастье так будем говорить которая она с тобой живет постоянно этого те моменты которые запоминаются с тобой раз и навсегда это во-первых так будем говорить мой день рождения в необычный день 8 марта и я просыпался в этот день и я всегда знал что рядом с моей кроватью стояла табуреточка на которой лежал подарок и это все что-то было неожиданно я никогда не знал что мама мне подарит вот но это всегда было что-то нужное что-то необходимое и это в душе второе конечно же это вот то что запомнилось это мама пыталась сделать все для того чтобы я вырос настоящим мужчиной и она пыталась сделать все для того чтобы я не испытывал одиночество она ходила со мной на лыжах мы стреляли из пневматического ружья и вот эти поездки в загород на лыжах и стрельба по мишени это было просто великолепно и поэтому ты вспоминаешь свое детство ты прежде всего вспоминаешь своих родных и близких которые к сожалению уже ушли от тебя но я чувствую что они с нами я чувствую что они рядом я очень часто их вспоминаю нет ощущения то что то что вы сейчас делаете что это в том числе вы так продляете свое детство мне моя жена однажды сказала что я умру ребенком я знаете когда работал в школе и был директором и я своим учителям дал один совет который многие воспользовались я им сказал поставьте на свой рабочий стол свою детскую фотографию и тогда отношение к детям у вас будет совершенно другим у меня у самой сложилось впечатление что вы такой иногда ребенок в душе и особенно мне это показалось когда я вас видела как вы играете в самодеятельном театре вот а у вас есть какая-то роль которую вы бы хотели сыграть когда пришел в первый класс меня учитель танцев записала в художественную самодеятельность тогда это было очень популярно все дети пели танцевали и меня записали художественную самодеятельность я ходил танцевал и однажды после смотра художественной самодеятельности у нас в дк города змеиногорска к нам домой пришли два человека мужчина и женщина и очень долго разговаривали с моей мамой а я значит стоял за дверью и подслушивал что же там происходит а оказывается это были представители новосибирского театра оперы и балета которые уговаривали мою маму отдать меня в интернат при театре оперы и балета для того чтобы я смог там учиться и учиться танцевать но мама настолько меня любила и любит что она категорически отказалась меня отдавать в этот интернат это больше всего ее как это так при живых родителях и вдруг мой ребенок будет находиться в каком-то интернате такой веселый мальчик дома нужен такой веселый мальчик и дома нужен я бы хотел повторить вот те номера которые я исполнял в школе это старик катабыч на большой сцене и это музыкант в замечательном русском танце березка такой персональный единорог вот животное о котором вы страшно мечтаете чтобы она появилась здесь есть не скажет нет почему я не скрываю этого среди как я кошек люблю у меня дома две кошки жужа и боня вот жужа это девочка боня это мальчик они такие две порядочные сволочи если брать целом всех кошек то самое грациозная я бы сказал кошка это гепард гепард очень любит человека и очень легко приручается с человеком и вот я иногда даже просыпаюсь ночью и мне кажется что на переднем сиденье моего автомобиля сидит гепард с которым мы вместе катаемся по городу мы собрали слухи которые были написаны в материалах изданий там интернете о вас вот я хочу чтобы их прокомментировали вы слышали шутку о том что о том что животные в барнаульском зоопарке рожают в поддержку кандидата кандидата на место в кзс сергея писарева вот где-то в на одном из сайтов было в комментариях написано что животным подгадали сроки рождения чтобы господин писарев мог честно выступать каждый день по телевизору комментируя свою работу и не попадать под закон об агитации что скажете вы знаете естественно не с одним животным я не договаривался еще один слух о том что история с родившим кенгуру чаком это выдумка и изначально было известно что это беременная самка барнаульский барнаульском зоопарке придумали эту историю чтобы привлечь к себе внимание у кенгуру которого звали чак родился маленький кенгуренок событие для сотрудников зоопарка был очень неожиданным потому что по паспорту чак чистился как самец если есть такие сомневающиеся я могу дать телефон директора калининградского зоопарка светлана юрьевна соколова она мне позвонила и говорит слушай ну ты извини я вынуждена уволить зоолога за то что вот вам продали и неправильно оформили документы два по цене одного а я говорю ягу не надо увольнять зоолога ему нужно объявить благодарность от барнаульского зоопарка за то что мы купили одного кенгуру а получилось 2 мне звонят мои работники и говорят сергей у нас чп у нас чак родил я говорю ребят у меня мысли моментально я говорю это не чп это сенсация и естественно ну наверное я научился немножко быть пиарщиком для того чтобы преподнести деятельность своего зоопарка еще один слух сергей писарев практически не растет своим помощником и есть люди которые уверены что это ваш внебрачный сын значит у меня несколько помощников у меня был случай забавный тоже вот интересный такой случай мне позвонил молодой человек из города новосибирска а я учился в новосибирске вот и он мне позвонил и сказал вы знаете вы мой отец он будет у меня есть фотография на которой изображены вы и она подписана моей матери ягу ну ты сфотографируй пожалуйста и пришли мне еще не было смартфонов не было ватсапа и он мне на электронную почту высылает фотографию на которой действительно изображен я с двумя девушками вот хоть убейте я не помню этих девушек и на и надпись на обороте дорогой наташи от сергея наташа его мама кто она такая вот ну 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 вот не помню и все не помню я рассказал своей жене ягод слушаю я у нас ягу третий сын появился вот но посмеялись я ему говорю давайте таким образом ягод я готов сделать генетическую экспертизу ягод но вы все-таки постарайтесь сначала разобраться со своими с мама и с папой ягод если вам нужно вы сделаете сначала генетическую экспертизу с ними а уж если у вас что-то не будет стыковаться тогда вы приедете и мы с вами сделаем генетическую экспертизу здесь но вот прошло уже лет пять он больше мне мне не звонит книга отзывов и предложений вот давай давай посмотрим с тобой потрясающе как здорово что в родном городе есть такое место спасибо большое отлично животные ухоженность прекрасное состояние класс сергей виктор спасибо за все максим киселев 9 лет вот но это это же здорово правильно под у вас ручка не пишет тот пожалуйста замени заменили заменили ручку да вот ложись и спи правда же